Эффекция, интоксикация, карантин! Карантин! А Митрофанова? Пока здорово! Сто лет в эфире! Митрофанова! Некто Гизмо из Химок прислал письмо исполнитель Ян Стюарт, альбом No Turning Back, песня Behind No Eye. Крошить печенье на пульт, крутить бегуди, устраивать проходной двор. Все, что творится в этой студии, по инструкции категорически запрещено. Всем запрещено, ей можно. Она сама себе инструкция. Сто лет в эфире, то есть 16. Но учитывая возраст коммерческого радиовещания в России, можно сказать и 100. В общем, стояла у истоков. Маргарита Михайловна Митрофанова – ветеран, старейшина, оплот. Последняя из эфирных магикан. Не меняет волну с 93-го года. В Америке диджей работают пока не урут. Как кейсы к кейсам или там еще кто-то. Ну, там легендарные. Они на одной станции держатся уже. Да? Почти. Ну да, если их не перекупают кто-то, что у нас вообще не будем отсутствовать. Поскольку у нас теперь нет ни у кого вообще денег. Никто, никого перекупать не будем. На твоем веку сменилось сколько программных директоров в этой радиостанции? Я помню, пять. Четыре-пять. Четыре с половиной. Потому что один ушел, потом опять вернулся. Наверное, так. А ты когда-нибудь влияла на политику станции? Ну, прям сильно до каких-то этих бурь в стакане. Нет, я пару раз возмущалась против нескольких исполнителей, иностранного причем. Это Шанай Твейн, она реально кантра певицы. Когда господин Идельман пытался ее протащить. Программный директор. То есть, ну как, в леопардовых платьях выступает. Это как? Куда это годится-то? И я тогда еще это был тоже лет семь назад. Или когда. Я, конечно, сказала, либо я, либо это Шанай Твейн. Ну вот. Ну и меня оставили. Я выиграла. Ее убрали. Да. Ну, вообще, конечно... А с нашими исполнителями было такое? Наши исполнители... Я всегда с ними воюю. В каком смысле? Наши исполнители по псу я вообще не беру. По псу... Хотя мы крутили в свое время... Ну, это совсем на начальных стадиях. Я вот кого помню. Это... Влад Старшевский, видимо. Там одна песня была. Это сам в 92-м году. Вот я пришла, мы крутили одну песню. Дороги, по которым мы идем. Я это никогда не забуду, видимо. Где же царица полей? Где Митрофанова? Сейчас все будет. Сто лет в эфире. Митрофанова. Прошлый раз мы снимали тебя в 2003-м году. Так, значит, мы снимались... Шесть лет назад, да? Да. А, давно это было. На Верговске. Давно. Перед этой, значит, съемкой, я думала, я чудодейственным образом осунулась. Хотела вот сюда, сюда куда-то, вколоть какую-то хрень, которая, в общем, так как-то все это дело набухает. Набухает. В принципе, можно выпить на ночь пиво, как, говорит, нужден. Вот. И тогда все так набухнет, что ни одной вообще не будет морщин. Вот. Ну, а можно, значит, какой-то химикат туда вкачать. Вот. Но мне сказали, могут быть синяки. И я думаю, ну, правда, так тоже такая алкашня будет. Митра Афанова, как она есть, Митра. Когда 10 лет назад я работала на той же радиостанции, на которой она работает по сей день, Сташевского здесь уже не крутили, и Маргарита Михайловна уже стала звездой рок-эпохи. Когда она впервые появилась в программе «История в деталях» шесть лет назад, она была самым высокооплачиваемым диджеем страны. И при этом оставалась просто Митрой. Сейчас у нее на две татуировки больше. И это единственные видимые перемены. Она все так же из отечественного плейлиста признает только Земфиру, Сплин и Мумитроля. Она по-прежнему слушает все тот же сборник лучших песен группы ACDC. А тут ко мне заходят и говорят, в студию буквально на днях. Говорят, Ангус Янко умер. Это солисты сидеть? Гитаристы. Солист у них этот, Брайн Джонс. Я говорю, как? Я почувствовала такую внутри боль. Вот даже, ну, это я сейчас могу чуть-чуть кривляться, но по большому счету, когда у меня бабушка умерла, я вот так не вздрогнула. Я говорю, вы что? Жив, слава богу, 1 апреля был или какой-то там день дурака, или дилота, вообще не знаю. Все живы. Вот я вчера была на концерте группы Cooler Shaker. Вот. И мы уходим там какие-то воротилы, борь барабанов там. Еще кушниры, еще такие уже старцы пришли, директоры какие-то изданий посмотреть все это. Вот. И очень остались довольны все, такие молодежь, вообще бесновалась. Великолепно. У нас никто так не играет. И это еще группа второго эшелона. В Азии. В Западе там. Да, ну-ка, то есть, ну, это не Оазис там, не, я не знаю, там, кто. Вот. А эти старцы говорят, ну, хороший концертик получился. Вот. Я говорю, ну да, ну, а представляете, а вот люди еще с Малежикова уходят довольные. Концертов Малежика. И мы начали сжать просто. А-ха. Здравствуйте, дорогие телезрители, зрители канала СТС. Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова. Я надеюсь, вы знакомы со мной по моим эфирам на Радио Максимум. За моей спиной вы видите огромное количество народу. Трибуны очень быстро, очень быстро наполняются. Проводница рок-н-ролла в неритмичной стране Митрофанова. Компоту хотите? Редкое совпадение личных музыкальных привязанностей с неизменным форматом радиостанции, которая оплачивает статусный рок-фестивали. На международных отчетных концертах в Олимпийском сотрудница Маргарита традиционно отвечает за разговорный жанр. Ее привычное амплуа – адвокат рока, обвинитель попсы. Тонко иронизирует. Кому, как не ей, знать, что у Вячеслава Малежика тоже есть презумпция невиновности. У тебя было прекрасное юридическое образование. Зачем ты открыла дверь этой радиостанции? Ну, это зачем? Это как, наверное, судьбина моя. Кто-то же открывает двери. Ну, а как я могла открыть при всем своем... Вот то, что вы видите – дверь народного суда хамовнического. Вот вы меня видите там, сидящий, с молоточком, которым мясо отбивают? Надо было жуфак меня отдавать родителям. Но в те времена там был какой-то ад. Почему? Туда брали только родственников декана, папу. Ну, это очень сложно было. В общем, я не знаю, какие-то годы. Но как раз на юридическом у меня папа работал. Ну, образно. Не, ну, конечно, не все так просто. Те годы жуткие были. Там борьба с коррупцией, она даже не думала начинаться. Ну, родители смирились с этим, но очень долго они с этим мирились. Ну, минимум лет 5-7. Отец вообще до сих пор ели, ой, вообще ели он меня. Ну, конечно, он уже и постарел, и... Ну, уже безвыходно, что я работаю на этой станции. Вот. И он так хотел, чтобы я, конечно, стала юристом. И вышла замуж за рубеж. Да, Петруша, алё. А ты уже пиво, что ли, пьёшь? Смотри мне. А, смотри. Всё, всё, тогда давай. Да. Отец, ребёнка. Ты пил пиво? Время там, два. Нет, ты чё, я за рулём? Так. Значит, отец, ребёнка, мы просто не расписываем официально. А почему? Ну, это отдельная история, это отдельная передача Оксаны Пушкиной. Вот эти женские истории. Ты хочешь быть независимой? Нет, я не пойму, что я не пойму. Ну, я же не одна хочу, правильно? Вот. То есть тут двое должны хотеть прямо жениться. Вот как Волочкова и Вдовин. Или, например, более удачные варианты. Безруков и безрукова. А я думаю, вот что. Петровича не хочет на мне жениться. Он говорит, вообще ни на ком жениться не хочу. И я приняла его ситуацию. Приняла, пожалуйста, говорю, ладно, бог с тобой. Вот. Ну, если бы он меня позвал, конечно, я бы пошла. Ну, что делать?